Здравствуйте! Я Лина Кабаева. Вы смотрите программу «Шаги к успеху». Все герои моей передачи – это люди, добившиеся успеха своим трудом, умом, знаниями, собственными силами и поддержкой близких. Это программа о ярких и сильных личностях. Я очень хочу, чтобы их пример вдохновлял и вас на победы и достижения. Как добиться успеха, вы узнаете прямо сейчас. Евгения Канаева. Думая о самых простых вещах. Мне хотелось показать все самое хорошее, что во мне есть. Но я боялась, что этого не покажу. Преодолевая страх. Было очень страшно. Почему-то. Переживая не за себя, а за близких. Самое ужасное было, когда я схаталку в первый день потеряла, потому что у меня сразу в голове, боже мой, мама смотрит на мой позор. Одна на глазах у всего мира. Выхожу на площадку и кажется, я такая маленькая. Все на меня смотрят. Стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике и дала России новый повод для гордости. Я даже мечтать о таком не могла. Героями программы «Шаги к успеху» становятся, как правило, люди, прожившие долгую жизнь. Чтобы встать в один ряд с самыми успешными людьми России, Евгении Канаевой понадобилось всего 19 лет. Детство Жени Канаевой прошло в Омске. Родилась будущая спортсменка 2 апреля 1990 года. С самых ранних лет она отличалась волевым характером и целеустремленностью. Гимнастика была главным увлечением маленькой Жени. Женечка, привет! Я так рада тебя видеть. У тебя мама занималась художественной гимнастикой, папа греко-римской борьбой. Но в художественную гимнастику тебя отвела бабушка. Почему бабушка, почему не мама? Бабушка у меня фанат была гимнастики и фигурного катания. У меня поначалу мама тоже занималась фигурным катанием в детстве, а потом в художественную гимнастику пошла. Но потом мама не была против то, что бабушка меня отвела, то, что увидела, что мне нравится. Сколько тебе было лет? Мне было лет 6. Я не сразу хотела, но потом, в принципе, когда я увидела, что Жене это понравилось, я увидела желание, у нее горели глаза, и я увидела еще, что все-таки у нее где-то и связки помягче, чем мои данные действительно были к этому. Раз данные есть, раз нравится, почему нет? А как ты училась в школе? Нормально. Как бы поначалу хорошо, а потом уже, когда стали соревнования, быть чуть похуже. Канаева училась в омской школе номер 37. Женя подолгу не бывала на занятиях, она уже тогда участвовала в различных соревнованиях. Но за то время, когда она все-таки училась, Женя успевала наверстать то, что пропустила, и даже поучаствовать в разных школьных мероприятиях. Она, казалось бы, маленькая, слабая, но у нее такая невиданная сила духа. Женя всегда помнила дни рождения своих подруг и, несмотря на занятость, успевала купить подарок или как-то отметить всех. А еще она всегда пыталась помочь тем, кто оказался в беде. Женя поддерживала всех, даже собственную учительницу. Впрочем, свою помощь она никогда не афишировала. Росла очень самостоятельной и очень общительной. Даже слишком общительной. Я по этому поводу переживала, потому что она начинала даже разговаривать с незнакомыми людьми, и все как бы располагала их к себе она. То есть они довольно искренне с ней делились, взрослые люди, вот на таком взрослом уровне всегда. Кондуктор в автобусе, там в кафе, там продавец, официантка, она всегда вот ее все интересовали. Она очень была любознательной, так скажем. У нее мама сама гимнастка, мастер спорта по художественной гимнастике, поэтому мы пришли к нам заниматься. Смешная была маленькая. С садика бабушка приведет, она не умолкая, все расскажет, что она в садике ела, что она делала, что она как было. Принесет мне конфетку, положит мне Николай, мне конфетку даст, угостит такая девочка. А что тебе нравилось в этом зале? Что тебя привлекало в этом виде спорта? Нравилось смотреть на всех. Просто смотреть, не тренироваться? Нет, потом я приходила домой, все делала то, что делала на тренировке, мне бабушка, давай показывай, что ты сегодня выучила. Я все сначала показываю, все, что на тренировке. А расскажи вообще о своей бабушке. Она инженер, но она уже не работает дома, болеет, ходит на соревнования, даже когда я не выступаю, на Омске ходит, смотрит. Ей нравится художественная гимнастика? Да, очень болеет. А как она вообще тебя поддерживала? Она, наверное, настраивала больше, чтобы я не теряла уверенности, когда выходила на площадку, чтобы я не расстраивалась, если что-то не так. Все равно она меня любит. Я ей уже говорю, Женя, давай иди там, Елена Николаевна, иди, бабушка там тебя ждет. Она говорит, ну ничего, бабушка, ладно, ладно, пусть она там побудет, я вас подожду. Тебе было 6 лет, а что-нибудь было еще, чем ты могла бы увлекаться, кроме художественной гимнастики? Я хотела художником стать. Я поначалу ходила и туда, и туда, и на гимнастику, и к знакомой рисовать, ну, потом забросила. Она вообще творческий человек такой, с детства. Там могла так вот буквально за 10 секунд смастерить для куклы там какую-то сумку, какой-то наряд. Вот, такой у нее. Я даже удивлялась сама из ничего там раз. Мама, смотри. Сейчас на хобби у Канаевой, к сожалению, не хватает времени. Но ее мама Светлана до сих пор хранит детские рисунки маленькой Жени. Женя в садике рисовала. Сказочный лес рисунок. Птички, деревья, все тут такой разноцветный. Так вот у нас хранится он. Поначалу Женя Канаева ничем особенным не выделяла среди других юных гимнасток. Но постепенно ее упор в свое трудолюбие привлекли внимание тренеров. Она никогда не уходила из зала, не выполнив задания, не освоив новый элемент. Женя очень много трудится, потому что, в принципе, когда она маленькая была, была такая же, как и все. Так сказать, что это пришла звезда, такого не было. Когда ты пришла к Вере, время у нее заниматься, сколько времени уходила на тренировки? Ну, мы что-то много тренировались. Мы как-то не замечали. Мы даже оставались потом играть в вышибал, в догонялки. У нас сил было очень много. У нас где-то разминка была около двух часов, там, работа с предметом, потом уже программа. То есть это все было в игровой форме? Да. Омская школа художественной гимнастики – одна из лучших в России. Здесь родился совершенно особый, неповторимый стиль. Он кажется необыкновенно легким, но за этой кажущейся легкостью упорные тренировки и постоянная работа. Женя Канаева с самых первых уроков отличалась целеустремленностью и трудолюбием. Она никогда не поддавалась искушению дать слабину, отступиться от трудного элемента. И всегда у нее была такая отличительная черта, если на соревнованиях она выступает, и какой-то элемент у нее не очень хорошо получается на разминке, она его никогда не выбросит. Если вот некоторые гимнастки так действуют, что вот если что-то не получается, то я лучше не сделаю на эти соревнования, а потом как бы оттренирую и буду уже делать. Она никогда этого не делала. Если даже она там роняла этот бросок, она все-таки выходила маленькая. Я была 9 лет, она делала суперсложный бросок, бросок двух булав, и как бы вот называется у нас два вертолета под броском. Это очень сложно. Даже для сейчас, для мастеров элемент. И он у нее не получался. Я ей говорю, я судила, я говорю, Женя, не надо, не делай. Потом. Нет, она все-таки вышла, все-таки сделала, все-таки словила этот предмет. Став знаменитой, Канаева не начала страдать звездностью. Женя понимает, она не может позволить себе быть своевольной, ведь на нее смотрят малыши. Те, кто только начинает свой путь в гимнастику. И как бы ни было трудно, Канаева знает, с нее уже берут пример. Она добрая и очень ладковая. А еще она очень гибкая. Женя всегда очень хорошо делает, улыбается на площадке. Ей ставят высокие оценки, выше всех. Ну, как она с лентой работала, с мячиком, с обучим. Ну, она иногда подходит к нам, но это бывает не всегда. У нее у самой занятия много дел. Ну, чтобы выступить хорошо, она готовится. Как ты попала к Вере Фремне вообще? Ты же была в другой школе. Ну, я вначале пошла на гимнастику в гимназии, у нас там школа была. Меня тренировала молодая тренер Юля. Я где-то буквально прозанималась полугода. Потом она вот дала адрес, где тренировала Вера Фремна. И я попала в другую группу, ну, отстала. Вот. И там тренировалась и как-то заболела один раз. И после этого я почему-то пришла не вечером, как обычно, а мы с бабушкой пришли утром. А там занималась, ну, как бы такая супергруппа одаренных детей. То есть ты не одаренная. Ну, я, в общем, туда пришла. Вера Фремна говорит, вам надо вечером приходить. А бабушка говорит, ну, мы устали в 7 утра. Как это? Здорово. Вот, и все. И я осталась в этой... То есть благодаря бабушке? Да. Настойчивости. И Вера Фремна пожалела, что всегда ребенок встал в 7 утра. Да. Как проходили тренировки? Вот ты с утра пришла. И что, Вера Фремна сразу смотрела на тебя? Ну, она обращала немножко внимания. Потом больше уже стала выделять. И после этой тренировки что? Ну, после тренировки она говорит, ну, попробуйте еще раз выйти завтра. А там уже посмотрим. И все. И я стала ходить в эту группу. Я стремилась к лучшему, но не было такого, что я именно хочу быть, вот, как Ира Чащина или Алина Кавай. Ну, как бы. Мне хотелось тоже чего-то научиться делать особенно. Тебе было тяжело вообще заниматься? Нет. Когда маленькая была, мне наоборот. Легко было и как бы не было такого, что выходные. Для меня как-то это было удивительно выходной. Вот. Ну, потом потихонечку уже стало тяжело, потому что много работали. А что тебе от природы дано для художественной гимнастики? Ну, я вообще... Это все наработано или у тебя что-то есть от природы? Ну, не знаю даже. Наверное, больше наработано.